Доброе утро! Зритель частенько покупается на имена, а потому во избежание разочарования советуем тщательнее готовиться к выходу в свет и кроме афиши почитать еще парочку другой аннотаций, но к сегодняшним гостям нашей программы данное предостережение не относится. Авантюрную комедию под названием «Куколка» минской публики представил замечательный актерский ансамбль. Мужественный красавец Сергей Астахов, чья фильмография насчитывает около ста картин. Молодая звезда театра и кино Мария Берсенева, народный артист России, несравненный мушкетер Портос, Валентин Смирницкий и другие замечательные актеры представили новое прочтение известного мифа о скульпторе, который оживил мраморную статую силой своей любви. Героиня спектакля очаровательная и обворожительная, но абсолютно невежественная и страшно невоспитанная танцовщица Мария Те. Испугавшись за свою репутацию, ее сожитель-покровитель, новоиспеченный русский миллионер, нанимает для неукротимой дамы учителя изящных манер. Ну а наставник быстро забывает о педагогической этике и вскоре сам провоцирует неслыханный скандал. Похоже, все это оборачивается не совсем так, как я себе предполагал. Скажи, что ты не получаешь? Нет. История современных Галатеи Пигмалиона преподносится авторами как комедия, но давно известно, что в каждой комедии есть доля серьезного. То, на чем сквозь смех не мешало бы задуматься. Потом, в самом-самом конце. Умирила, мы умирила! Да, Галатею ваяли множество пигмалионов, и каждый раз, отсекая лишнее, новый пигмалион рубил и ее мечту. Режиссер постановки Валерий Саркисов постарался натолкнуть зрителя на глубокие размышления о природе творчества и человека, ведь недаром постановку назвали серьезной комедией. Все герои спектакля – милиционер, журналист, сенатор и танцовщица Варьете – все пытаются разгадать загадку художника и его величайшего творения. Ну, а несмолкающий смех в зале говорил не только о том, что публика пришла просто отдохнуть, но и о прекрасной игре актеров. Жаль, что короток миг театрального свидания, но я уверена, что зрителю есть чем занять себя в промежутке между спектаклями – поисками нового и интересного.